Всем привет! Снова зрителям канала Федоров ТВ. Наступила зима, дали отопление и мы вновь возвращаемся к теме винокурения. Вот у нас стоят три фляги чачи на виноградных выжимках. Уже прошло, наверное, больше месяца, как они начали отыгрываться. Вот посередине фляга уже отыгралась. К чачи мы вернемся чуть позже. Сейчас я немного расскажу о самогонном аппарате, который я немного переделал. Был в Хабаровске недавно, в командировке. Зашел в магазин, самодел ДВ называется, и там приобрел вот такие силиконовые шланги. Такой толстый силиконовый шланг и такой силиконовый шланг потоньше. Вот эта толстая стоила 300-300 рублей за метр. Этот тонкий 80 рублей. И решил все-таки переделать аппарат вместо металла, вместо нержавейки. Поставил эти силиконовые шланги. То есть стояли штуцеры у нас под резьбу, здесь все, и просто заменил штуцеры под диаметр этого шланга. Снизу все осталось точно так же. Также два сухопарника. Единственное, сам дистиллятор я перенес ближе к фляге. Потому что он тяжелый, когда полная воды, и сухопарник, который под ним находится, он тоже тяжелый. Чтобы центр тяжести у нас был поближе к фляге, я перенес и дистиллятор, и сухопарник. У меня второй сухопарник стал ближе к фляге. Первый будет чуть подальше. Но суть осталась та же. И здесь на крышке также поменял, поставил штуцер под шланг. Здесь все по-старому. Полгода стоял аппарат, я его не трогал. Так что набрал полную флягу воды, посмотрел, не побежит ли из паттенов. Ничего, слава богу, не побежало. Все нормально. Также проверил на герметичность вот это все сооружение, чтобы нигде не травился воздух. Ну и так в целом все готово. Прокладки опять же использовал силиконовые. что здесь, что в сухопарниках. В принципе, все держит, все нормально. Единственные силиконовые укладки не держали тены. А вот в этих местах, в принципе, все получается, все нормально. Вот такая небольшая доработка самогонного аппарата. Кстати, вот эти шланги силиконовые, они, когда их ставишь, они перегибаются. Вот чтобы сделать такой маленький радиус, чтобы без перегиба, просто, ну, вообще по-хорошему надо армировать снаружи. Допустим, надеть какую-то там пружину и загнуть. Ну, я без этого обошлось, как бы и времени особо нету. Просто, когда купил, потихонечку его загнул, он полежал где-то пару дней так загнутый и постепенно увеличил, уменьшал радиус загиба. Ну, доведя его до такого. То есть, сам шланг к этому привык и принял такую форму и получилось вот так вот более аккуратненько, чем было. Это также у нас подача воды на дистиллятор. Это у нас сливают ванну. Так что сейчас все это будем подключать. И этой осенью будет первая перегонка чачи на виноградных выжимках. И как я ее буду гнать, это будет уже следующее видео. Всем спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.